Продолжение следует... ...ко всему живому и неживому в этом мире. Сегодня я предоставлю вам такие факты, после которых отвергать его существование будет проявлением упрямства и глупости. Итак, поехали. Многие из вас наверняка слышали о так называемом числе Фибоначчи. Его еще называют числом Бога. Почему, спросите вы? Потому что все живое и неживое так или иначе имеет отношение к этому числу. Строение панциря улитки, пропорции человеческого тела, рост зерен подсолнуха, строение пчелиных сот и их же глаз, замысловатые узоры цветов, растений, деревьев и, в конце концов, спиралевидная форма галактики. Все заимствует свои пропорции и размеры, исходя из числа Фибоначчи. Конечно же, и человек активно использует это число в повсеместной деятельности. Например, в архитектуре, в живописи, в постановке кадра. Даже при разработке знаменитого яблока Apple дизайнер использовал золотое сечение. Но, как у нас это обычно бывает, используя что-то сложное, позаимствованное у природы, мы редко задумываемся об истинности его происхождения и причине появления. Зачастую мы привыкли все списывать на случайность или причуду эволюции. Но так ли это? Что же это за таинственное число Фи? 1,61 число Фибоначчи. Или число Бога. И какое отношение оно имеет к Богу? Как оказалось, самое, что ни на есть прямое. Но все по порядку. Итак, для начала предлагаю углубиться в недр нашего тела, в самое сердце клетки, в спиралевидную библиотеку жизни под названием ДНК. Как известно, ДНК представляет собой плотно скрученную двустороннюю спираль из набора четырех букв АТ, Ц, Г. Грубо говоря, это четырехречный код, на котором написана программа нашей жизни. От строения тела и цвета глаз до характера и предпочтений в еде. Сама мысль о том, что внутри нас находится огромная библиотека, наводит на мысль о неком интеллекте, который написал этот удивительный код. Код жизни. Ведь, согласитесь, заглянув в пещеру и найдя там некие иероглифические надписи или доисторические рисунки, вы никогда не подумайте о том, что они появились там сами собой. Любая информация является продуктом интеллекта. Тем более, если это не два-три коряво написанных предложения, а реально огромный объем информации по размеру, примерно занимающий московскую центральную библиотеку. И вся эта информация заключена в малюсенькой клетке. Этих клеток в вашем теле 120 триллиардов. Это примерно как песка на пляже. Удивительно, не так ли? Ну давайте вернемся к числу Фибоначчи. Так вот, помимо молекулярных букв, составляющих код ДНК, между двух частей спирали находятся мосты, скрепляющие противоположные стороны спирали. Без этих скрепительных мостов ДНК в буквальном смысле разваливается. Или взрывается. То есть без них жизнь была бы невозможна. Меня пригласили рассказать вам об исследовании, которое я начал делать в 1983 году. Я сконцентрировал свое внимание на исследовании биологической молекулы. Наука называется молекулярная биология. Можно зайти внутрь молекул, которые находятся внутри каждой клетки. Я работал с помощью электронного микроскопа Махана-Вайтсмана 10 часов каждый день на протяжении 4 лет. Я смотрел на молекулы ткани, которые я получал от людей, крыс, мышей и обезьян. И исследовал ДНК, часть ядра каждой клетки. Что такое ДНК? Это две элекодальные бобины, которые входят в друг дружку. У электронного микроскопа есть программа, которая говорит со мной по-английски. Я спрашиваю программу, что происходит, когда бобина распадается. Программа отвечает, ты взрываешься. Мы знаем, что большее количество болезней происходит от взрыва клетки. Я опять спросил программу, что должно происходить в нормальном положении с физиологической стороны, чтобы бобина не взорвалась. Программа отвечает, периодически есть мост, соединяющий обе бобины, чтобы они не раскрылись. Именно этот мост держит бобины вместе и не дает им взорваться. Благодаря этому клетка живет. Тогда я спросил вопрос на миллион долларов, где находится этот мост. Компьютер считает количество аминокислот и говорит мне, через 10 аминокислот есть мост, следующий мост через 5 аминокислот, следующий через 6 и следующий мост через 5 аминокислот. Вы знаете, что это такое? 10-5-6-5. Это мост, который дает жизнь клетке ДНК. Причем здесь число Фибоначчи, спросите вы. Все дела в расстоянии, через которые находятся эти мосты. Итак, мы получили число 10-5-6-5. Ну и что, скажете вы? Но давайте обратимся к Богу, а именно к первоисточнику христианства, Библии. Изначально первые 5 книг Библии были написаны на еврите и назывались Тора. Отличительной особенностью еврейского алфавита является числовое значение каждой буквы. То есть каждая буква означает определенное число. И смотрите, если взять числовое значение мостов ДНК 10-5-6-5 и поменять их на буквы, соответствующие данным числам, то мы получим следующее. 10-йод, 5-хей, 6-ваф, 5-хей. И что мы получаем? Йод-хей-ваф-хей. В переводе на русский это звучит как Яхве. Это главное имя Бога. Тетраграмматон, который по закону Третьей Заповеди нельзя даже произносить напрасно. Как будто бы сам Бог расписался внутри нас, как художник расписывается под собственным шедевром. Но при чем здесь число Фибоначчи, спросите вы? Но наберитесь терпения. Давайте вернемся к золотой спирали и построим последовательность Фибоначчи. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. Далее путем нехитрых математических вычислений можно получить золотую пропорцию, то есть соотношение сторон в процентном эквиваленте 62 на 38. Кстати, по этому соотношению построены части тела человека. Для того, чтобы получить число Фибоначчи, достаточно 62 разделить на 38. Получается 1,6. То же самое и с рядом Фибоначчи. Если разделить следующее на предыдущее, получаем всю ту же 1,61. Если задуматься, то число Фи 1,6 является числом силы. Например, архитекторы и строители, возводящие большие здания, рассчитывают его пропорции на основании золотого сечения Фибоначчи, потому как данные пропорции гарантируют оптимальную устойчивость и крепость сооружения. Поэтому, когда я узнал, что ученые обнаружили числовую последовательность мостов ДНК, идея о том, что они каким-то образом должны взаимодействовать числом Фибоначчи не покидали меня, потому как это совершенная структура. И тогда Бог вложил в мой разум одну мысль. Вернемся к имени Бога, тетраграмматону Яхвы, и стоящим за ним числом 10,5,6,5. Если представить его как натуральное число 10,565 и применить к нему принцип золотого соотношения сторон 62 на 38, и разделить его на два числа 105 и 65, а затем 105 разделить на 65, то как вы думаете, что мы получим? 1,61. Это ошеломительно, друзья. В имени Бога число силы. Число Фибоначчи. Нет, число Бога. Наверняка кто-то скажет, что это всего лишь совпадение. Но не торопитесь с выводами. Дело в том, что в каждой книге или в каждом кино есть центральная развязка. Кульминация или катарсис, если хотите. Так вот, кульминацией Библии является смерть Сына Бога Иисуса Христа на кресте. Собственно, вся суть Библии, если рассказать ее в трех предложениях, заключается в том, что Бог сошел на землю и умер за человечество, выкупает тем самым его перед собственным законом, который обрекает нас с вами на смерть. Закон Бога нельзя отменить или изменить. А он гласит, грех есть смерть. А кто из нас с вами не согрешил? И чтобы обойти закон, чтобы спасти людей, должен умереть сам законодатель. И пришел Иисус Христос и умер вместо нас. И в данное время вера во Христа и в жертву Бога искреннее раскаяние, конечно же, освобождает нас от грехов, а значит и от смерти. Знаете, я не знаю другого такого Бога, который бы умер за восставшее против него творение. Поэтому я люблю своего Бога и искренне в него верю. Но к чему я это? Дело в том, что я долго думал, имеет ли числовое значение имени Бога 10, 5, 6, 5 какое-либо отношение к Иисусу Христу. И вот что мне открылось. Если из центральной точки провести отрезки по четырем сторонам света, равные данным значениям, то есть 10, например, сантиметров, 5 сантиметров, 6 сантиметров и 5 сантиметров, то получается крест. Более того, если сложить по направлению получившиеся отрезки, то есть 5 плюс 5, что равняется 10, и 10 плюс 6, что равняется 16, и затем 16 разделить на 10, то получится, чтобы вы думали, 1,6. И, кстати, ключом к данному открытию послужил именно крест. Скажете, это всего лишь совпадение? Еще несколько интересных фактов. В Библии, книге Бытие 6.15, мы находим размеры ковчега, который должен был построить ной в преддверии потопа. Данные размеры дал ему, конечно же, сам Бог. И это 300 локтей в длину, 50 локтей в ширину и 30 локтей в высоту. Кстати, по мнению ученых, это идеальное соотношение 1 к 6 для наивысшей прочности и плавучести корабля, учитывая, что ковчег был размером практически с Титаник, но при этом сделан был из дерева. Итак, число Бога. 10, 5, 6, 5. Путем нехитрых математических вычислений из этого числа мы получаем размеры ковчега. 10 умножить на 6 умножить на 5 получается 300, 10 умножить на 5 получается 50, и 5 умножить на 6 получается 30. И вновь идеальные размеры ковчега, прописанные в числе имени Бога. Потому что Бог – это наш ковчег, друзья, а Библия – это его слово. Кстати, Леонардо Пизанский, или, как его прозвали позже, Фибоначчи, открывший золотую последовательность и число фи, жил в 13 веке нашей эры. Однако Библия, написанная как минимум за 13 столетий до его открытия, изобилует золотыми пропорциями. Вот некоторые из них. Вновь упоминаемый Ноев ковчег. Шириной был 50 локтей, а высотой 30 локтей. Если 50 разделить на 30, получается 1,6. Ковчег Завета, в котором находились скрижали с 10 заповедями, шириной был 2,5 локтя, а высотой 1,5 локтя. Если 2,5 разделить на 1,5, получается 1,6. Заметьте, это даже не ряд Фибоначчи. Медная чаша Амвон, или жертвенник, сделанный царем Соломоном, для храма шириной был 5 локтей, а высотой 3 локтя. 5 разделить на 3, получается 1,6. И это только некоторые примеры. Библия ими изобилует. Итак, если Библия собрания легенд, сказок и мифов, зачем в нее закладывать золотые пропорции, официально открыли которые лишь 1300 лет спустя даты ее написания? Между прочим, 90% библейских пророчеств, а их около 2000, уже сбылись. И это научно и исторически доказано. Вы просто этим не интересовались. Так если 90% сбылось, так неужели 10% не исполнится? Кстати, последняя часть пророчеств говорит о некой мировой власти, которая объединит в себе религиозную и светскую власть и поработит весь мир. И тогда будет всем очень плохо. И на эту роль есть как минимум два претендента. НАТО с его закулисными властями, стремящиеся установить единый мировой порядок, и исламское государство, стремящиеся к тому же. А что будет потом? А потом будет конец. И что-то мне подсказывает, друзья, что это выпадет на наше поколение. Но Бог предлагает нам сотрудничество. Он предлагает нам укрыться в Его ковчеге, в Его Сыне, Иисусе Христе. А вы думали об этом? Пора бы задуматься. И хватит утешать свою совесть глупой теории эволюции, которую, кстати, уже давно опровергли. И в конце, друзья, хотелось бы подвести итог. Бог есть. Нравится вам это или нет? Верите вы в Него или не верите? Он в вас точно верит. И начать искать Его еще не поздно. Но есть одна сложность. В мире существует около 40 тысяч динаминаций, только христианских. Но Бог один. И истина одна. Кому же верить? Вообще, в мире существует два мнения. Наше человеческое мнение и мнение Бога. И что-то мне подсказывает, что Богу абсолютно все равно, что мы там себе напридумывали. Не верьте никому. Верьте лишь Библии, потому как это слово Бога. В ней есть ответы на все вопросы. Она согласуется со всеми научными и историческими данными, кроме теории эволюции, конечно. Вы просто этим не интересовались. Именно в Библии есть краткая характеристика истинных последователей Творца. Она записана в Откровении 12.17 и в 14.12, соблюдающей заповеди Божии и веру в Иисуса. И, конечно же, любовь. Так просто, друзья. К величайшему сожалению, из 40 тысяч христианских конфессий все 10 заповедей соблюдают, пожалуй, только 5%. И Богу все равно, что вы об этом думаете. Он желает, чтобы мы слушали его через его слово, а не пастора или батюшку. Реформация Мартина Лютера началась с очищения истины от человеческих басен и языческих примесей, коих в современной религии воз и маленькая тележка. Пора и нам отреформировать то, во что мы верим, друзья. Если вы, конечно, верите. А если нет, то пора над этим серьезно задуматься, потому как лед под ногами стал уж слишком тонким. Всего вам доброго. Оставайтесь с Богом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok